Человек молча сидит, он проголосовал за какую-нибудь там племянницу, сидит, чай пьет вечером ни сном, ни духом, а утром просыпается, у него там уже три кредита оформлены. Мошенники управляют всего лишь двумя страхами наших клиентов. Первое – это страх что-то потерять, второе – это желание что-то заработать, даже не страхами, а эмоциями. Сегодняшний день это реально достаточно серьезные структуры. Какой банк опустится до того, чтобы звонить своим клиентам по WhatsApp? Ну, это несерьезно. Половина наших клиентов – это люди-пенсионеры. Такое ощущение, что взял кредит, можешь его не платить, миллион тебе списали, банкрот, иди снова бери. Нет, так не работает. Некоторые люди думают и так. Человек пугается, конечно, он не делал этого. Но перезвоните вы туда сами, бросьте трубку. Страшного ничего не произойдет. Несмотря на нулевую практически раскрываемость, обязательно нужно подать заявление в полицию. Самое главное правило – это сомневаться при каждом звонке, который поступает на телефон. В ноябре вступают в силу изменения в закон о банкротстве для пенсионеров. Сегодня, накануне «Месячника пожилого человека» мы решили поговорить с исполнительным директором Ассоциации по защите прав заемщиков Антоном Даровских о том, как признать пенсионеру себя банкротом и что сделать, чтобы не попасть на удочку мошенников. Антон, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за изменения и вообще насколько это актуально признать пенсионеру себя банкротом. Обращаются к вам такие люди? Конечно. Пенсионеры же те же люди. У них тоже были когда-то долги. И сейчас есть причины, почему они стали должниками. Тоже всякие разные. И здоровье, и детей надо обучить, женить, что-то купить или что-то покупали для себя. Где-то они рассчитали силы свои, финансовые возможности и стали должниками. А вот как часто, насколько часто эта категория действительно попадает в такую трудную ситуацию? Достаточно часто, я бы даже по статистике, нашей статистике сказал бы, что это где-то, может даже половина наших клиентов, это люди-пенсионеры. Пенсионеры. А что происходит? Не рассмотрели, не смогли как-то посмотреть, как они смогут выплачивать или нет. Почему? Почему в такую ситуацию попадают? Я думаю, что жизнь дорожает с каждым годом и дорожает достаточно быстро. И если даже они брали кредиты лет 5 назад, 10 назад, рассчитывали на одну какую-то экономическую ситуацию, свой доход, свое состояние здоровья, при котором они могли и получать пенсию, и работать, то на сегодняшний день они часто лишаются работы по каким-то причинам, рассчитывают только на пенсию. И этого, естественно, не хватает для того, чтобы отвечать по кредитным обязательствам. Поэтому приходят, спрашивают, приспрашиваются, присматриваются. Пенсионеры еще тоже такие непростые люди, они очень осторожные. Это и правильно, учитывая, что и заработок небольшой, и доход небольшой. Расскажите, пожалуйста, что за изменения и насколько они смогут помочь пенсионеру почувствовать себя, наконец-то, нормальным человеком, дышать и не быть в кредитном обязательстве. Речь идет про изменения в законе о несостоятельности банкротстве, который у нас с 2015 года был изменен для физических лиц. То есть теперь обычные граждане могут заявить себя банкротом, списать все свои кредитные долги в том числе. И ближайшие изменения, достаточно серьезные, мы ждем 3 ноября 2023 года, буквально еще месяц остался, примерно чуть больше, когда пенсионерам дадут возможность условно бесплатно, хотя по закону бесплатно, через МФЦ подать заявление о признании себя банкротом. При этом есть определенные дополнительные требования. То есть у этого пенсионера уже должно быть исполнительное производство, в рамках которого идет взыскание задолженности по каким-либо кредитным платежам или иным долгам. И это исполнительное производство должно уже существовать не менее года. Тогда пенсионер, пожалуйста, приходите в МФЦ, я думаю, что если сам разберется со всеми документами, которые необходимо подать, то он бесплатно все это сделает, подаст заявление, и через полгода он может быть счастливчиком, с которого никто ничего не будет взыскивать. То есть не нужно даже идти в суд в судебном порядке, то есть просто в МФЦ подать заявление и все достаточно? Да, у нас сейчас есть два варианта банкротства для граждан. То есть это классическое банкротство через арбитражный суд. И отдельная такая процедура у нас введена с 2022 года, когда должники могут подавать заявление через МФЦ в упрощенном порядке. Поэтому здесь этим тоже пользуются, но на сегодняшний день та версия закона, которая действует, она достаточно ограничивает количество таких людей, кто имеет право на это. То есть на сегодняшний день очень важно, чтобы исполнительные производства все были прекращены по определенной статье, статья 46, там часть 1, пункт 4, это если быть очень дотошным. То есть это причина, по которой пристав закрывает исполнительное производство, не найдя имущество должника. А если мы говорим про пенсионера, у него есть стабильный доход, пенсия, из которой пристав удерживает половину или какую-то часть пенсии. Это считается доходом и нет оснований прекращать исполнительное производство. Соответственно, пенсионер не может без законченного исполнительного производства на сегодняшний день подать заявление о банкротстве через МФЦ. Поэтому выбирается вариант классического банкротства через арбитражный суд. Но нюансы в том, что эта процедура не дешевая, во-первых. Во-вторых, она более длительная может быть для пенсионера. Ну и более такая сложная, нежели подать заявление через МФЦ. Поэтому здесь для пенсионеров я уверен, что сейчас такая возможность появится полностью списать все свои долги и жить дальше спокойно. Есть еще один критерий, который должен соблюдаться. Это размер задолженности. Потому что на сегодняшний день и в прошлой редакции это была сумма от 50 до 500 тысяч рублей. То с 3 ноября, вот те изменения, которые сейчас вводятся, критерии расширяются. И будет сумма от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. То есть достаточно широкий такой спектр. Это касается всех или только пенсионеров? Это касается всех, кто идет подавать заявление о личном банкротстве в МФЦ. Вот скажите, пожалуйста, кроме вот этой суммы, есть еще какие-то возможности, ограничения? Все ли могут быть признаны банкротом? Что может подлежать списанию? Какое имущество нельзя трогать? Например, вот какие условия? Это такое ощущение, что взял кредит, можешь его не платить. Миллион тебе списали, банкрот, иди снова бери. Нет? Так не работает? Некоторые люди думают и так. В любом случае здесь есть и такие зеваки. Завтра возьму, послезавтра приду к вам. Можно? Ну, приходите, посмотрим, поговорим. Скорее всего, мы вас не возьмем на процедуру банкротства. А вот почему? А потому что самая главная задача в процедуре банкротства, для того, чтобы списали кредитные долги, иные какие-то долги, доказать добросовестность должника. То есть, в данном случае, если он вчера взял кредит, а завтра пошел на банкротство, ну, все очевидно. Он же понимал, что за два дня у нас не настолько меняется экономическая ситуация в стране, чтобы объяснить, почему он стал резко неплатежеспособным. А есть такие аферисты? Ну, пытаются, конечно, есть. Кстати, к таким категориям можно отнести в том числе и людей, которые стали жертвой мошенничества. То есть, вчера, условно говоря, им позвонил какой-то или из следственного комитета, или из сайта госуслуг, или еще откуда-нибудь. Поговорили в течение какого-то времени. В итоге, через два дня выясняется, что у этого человека 3-5-7 кредитов. И что с этим делать? Вот как раз... Вот мы сейчас обязательно об этом поговорим. Мне все-таки хотелось вернуться к вопросу, какое имущество не подлежит исполнительному производству? Какое имущество не может быть списано, пересчитано в счет этого долга? Вот что нельзя трогать? Ну, у нас данное имущество перечислено в законе об исполнительном производстве. И здесь речь идет о личных каких-то вещах домашнего обихода. Это может быть в том числе единственная стиральная машина, если у человека есть дети, например. Единственный телевизор. Какой-то и прочее. Обыто, которые несут функцию, да? Ну, и при этом также денежные средства в размере прожиточного минимума на должника и в том числе на его иждивенцев. Единственная квартира, может быть? Единственная квартира тоже остается должником. Тоже остается. Да. При этом, ну, к ней сейчас определенные вопросы уже есть, потому что может быть долг в миллион рублей, а квартира может быть стоить 20 миллионов рублей. Что в этой ситуации делать? И у нас уже есть судебная практика по России, правда, которая указывает на то, что давайте-ка квартиру за 20 миллионов продадим, купим должнику там за 3 миллиона, ну, или там остатки денег вернем должнику. А это законно? А миллион вернем в счет погашения долгов. Конечно, это законно. И сейчас, в общем-то, опять же речь про добросовестность этого должника, как он ведет себя вот в этой ситуации. Потому что, ну, в основном москвичи этим баловались. То есть у нас все-таки цены на квартиры несколько скромнее, но тем не менее, такие случаи и бывали. Антон, а вот изменения, о которых вы говорите, они касаются в законе о банкротстве только пенсионеров или еще есть какие-то категории? Есть еще категории, которые сейчас тоже, которых это коснулось. Это матери в декрете, например, которые получают пособие по уходу за детьми. То есть интересная такая категория. Но при этом тоже для них важно, чтобы соблюдено было вот это правило, когда исполнительное производство, уже действующее на протяжении больше года, они тоже подходят под такую категорию льготников, которые могут через МФЦ подать заявление о банкротстве и полностью списать все свои долги, при условии, что сумма не менее 25 тысяч, не более 1 миллиона рублей. Ну и также есть еще одна категория должников, назовем их так. Это такие уже бывалые должники, у которых исполнительное производство длится уже более 7 лет. Им тоже решили дать такую возможность, если сумма также в пределах от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, остаток задолженности, они тоже могут подать заявление о признании себя банкротом через МФЦ. Это тоже очень хорошая возможность для тех людей, кто считает, что он уже без возможности, безнадежные вот такие вот должники просто списать долги просто моментально за полгода. Ну вот закон действует с 2018 года, да, 5 лет получается? С 2015 года действует закон в принципе для банкротства личных гражданин. В принципе, да, для физических. Насколько увеличился поток желающих признать себя банкротами? Насколько больше стало людей? Вообще, что касается статистики, я могу сказать, что она до сих пор растет, во-первых. То есть прирост примерно от 30-50% к предыдущему году. И до сих пор эта тенденция на рост сохраняется. Я сейчас говорю в принципе про всех банкротов, которые подают заявление, в том числе и в арбитражный суд. Что касается заявлений в МФЦ, через внесудебное банкротство, их было очень мало, прям скудное такое число, прям, не знаю, в цифрах не скажу, но значительно меньше. И в результате это породило вот эту потребность, все-таки изменить этот закон для того, чтобы дать возможности другим гражданам мало защищенных слоев населения, пожилые люди, кто живет на социальные выплаты, ну и те безнадежные должники, которые уже бывалые, и, как говорится, тоже помочь им списать долги, освободиться от этой долговой нагрузки. Вот вы заговорили об очень важной теме, теме мошенничества. Как часто к вам обращаются люди, которые пострадали? И какие уловки самые сейчас популярные, о которых важно знать? Ну, что касается мошенничества, на сегодняшний день у нас примерно из статистики, наверное, процентов 20 наших клиентов – это жертвы мошенничества. Это те люди, которые пострадали… Каждый пятый, получается, да? Примерно, да. Да, то есть пострадали от действий тех мошенников, которые им позвонили, связались с ними, принудили взять, оформить определенные кредиты, и, естественно, эти кредиты были переведены там на подконтрольный мошенникам счета, а человек остался с долгами. А вот как можно заставить взять кредит? Расскажите схему. Вот такое ощущение, что это невозможно, на самом деле люди приходят пострадавшие уже. Ну, вообще, я должен сказать, что мошенники управляют всего лишь двумя страхами наших клиентов. Первое – это страх что-то потерять. Второе – это желание что-то заработать. Даже не страхами, а эмоциями, да? То есть что-то заработать. То есть звонит человек, говорит, алло, а я вот там на бирже, там криптовалюты, все прочее. Не хотели бы там X3 получить, грубо говоря, от вашего капитала? Давайте попробуем. Все легко, быстро, вам нужно только сделать вот это, вот это и вот это. Ну, все, человек что-то делает. И через месяц выясняется, что эти деньги где-то кто-то, какой-то управляющий этими капиталами, к сожалению, потерял, слил там, деньги, в общем, ушли. А деньги оказались кредитными. Ну, что ему делать? Ну, один из вариантов – это рассчитываться. Второй вариант – это идти к нам за сопровождением процедуры банкротства. Ну, а вторая категория людей, их большее количество, конечно, это те, которые сманипулировались на вот этой эмоции страха, когда что-то потеряли. Уже, в общем-то, в прошлое уходят вот эти вот старые технологии по поводу там, ваш родственник попал в виду. Да, да. Потому что уже все об этом знают, наверное. По-честному говоря, да. И надо четко понимать, что то, что происходит сейчас, это не одиночки-мошенники, которые там вот сидят дома, что-то придумали, какую-то схемочку, давай попробуем, вот у меня там база 100 номеров, вот сейчас что-то выстрелит. То есть на сегодняшний день это реально достаточно серьезные структуры, в которых участвуют такие ребята уже с опытом, может быть, с банковским опытом, кто работал в колл-центрах, которые имеют определенные базы уже, не знаю, там, десятки тысяч, сотни тысяч людей, в основном российских граждан. То есть обзвон происходит по определенным скриптам, которые заготовлены, и их готовят не просто там на коленке, достаточно серьезные, я думаю, продуманные тексты предлагаются. Что в итоге? Человеку звонят от имени банков, от имени якобы госструктур, в том числе госуслуги, еще там какие-то правоохранительные органы, следственные комитеты, полиция и прочее. Алло, на вас возбуждено уголовное дело, или вы там проходите по какому-то делу, или вы там пытались поменять пароль на госуслугах и так далее. То есть достаточно частая история, человек пугается, конечно, он не делал этого, конечно, он боится за свои имущества, за какие-то данные, и начинает поддаваться вот этим вот манипуляциям, которые идут из трубки. То есть нажмите это, придите это. Далеко ходить не буду, мне даже уже сейчас звонят и говорят там, вот мы из банка ВТБ, но звонят по WhatsApp. Но я понимаю, что это, ну, какой банк опустится до того, чтобы звонить там своим клиентам по WhatsApp. Ну, это несерьезно. Неужели у банка нет денег? А вообще банк может звонить своим клиентам и предлагать какие-то продукты? И что должен сделать банк? Как определить, банк это или мошенник? Стоит ли вообще разговаривать? Ну, вот я могу из своего опыта сказать, достаточно активно пользуюсь там банковскими продуктами, конечно же, банки звонят. Но чаще всего звонят с предложением каким-то. Вам там предлагается открыть счет, там, оформить кредит, карту открыть там, или еще что-то. Никогда мне не звонила служба безопасности просто вот так. Я ничего не делал за последние там два дня. Мне звонит служба безопасности и говорит, кто-то пытается вскрыть ваш кабинет. Да вы что, серьезно? Что нужно сделать? Миллион раз проговаривали. Перезвонить в этот банк. Конечно. Первое, что мы рекомендуем, и многие рекомендуют, да положите трубку, перезвоните в этот банк. Вы идете по городу, рядом это отделение, зайдите, спросите, что у вас там случилось с вашими там счетами, вкладами и прочее. Это самое простое. Конечно, перезвонить нужно не на тот же номер, который вам звонил. Конечно. Там на карточке есть банковская этот номер, может быть, вы его знаете. И выясните все эти моменты. Вот схемы, которые вы перечислили сейчас, они достаточно распространенные. Мне кажется, ну, очень многие люди уже сталкивались с тем, что МВД Москва звонят, в кавычках, и так далее. А вот новые схемы, которые уже внедрены, и не все о них знают. Каковы они и в чем там опасность? Расскажите, пожалуйста. Есть схема, когда нужно просто перейти по ссылке и проголосовать за мою ученицу, мою внучку. И оказывается, здесь тоже есть опасность списания средств. Как? Вот буквально тоже недавно столкнулся с этим. Мне приходит в WhatsApp опять же сообщение, проголосуйте за мою племянницу, подругу, дочку и прочее. Я этого человека не знаю, во-первых. Для меня это уже сигнал. Перейти по ссылке от человека, которого я не знаю. Но сейчас мошенники уже дошли до того этапа, что они высылают сообщения уже от знакомых мне людей. То есть это тоже такой очередной сильный резкий этап в развитии мошенничества у нас в России. То есть мне присылает человек, которого я знаю, сообщение, чтобы я перешел по какой-то ссылке. Ну, во-первых, я не перехожу по ссылке такие, мне просто некогда. Во-вторых, ну, кто-то заинтересуется же, обязательно перейдет, что произойдет. То есть в телефон может попасть какое-то вредоносное программное обеспечение, там, вирус какой-то, да, перейдя по этой ссылке. Где-то могут быть вскрыты данные для каких-то банковских счетов, я так понимаю. То есть либо, как это можно еще увидеть, что, может быть, эта программка, которая установится в телефон, она начнет перехватывать входящие смс-сообщения. Ну, а дальше что? Человек, там, мошенник на том конце провода вбивает номер телефона, восстановить какой-нибудь доступ в личный кабинет. Приходит сообщение, программка незаметно для меня пересылает это сообщение мошеннику. Он спокойно заходит в кабинет, оформляет заявку на кредит, спокойно подтверждая это через смс. Также подтверждается смс сообщением перевод денежных средств туда, куда он укажет. Все, а человек молча сидит, он проголосовал за какую-нибудь там племянницу, сидит, чай пьет вечером, ни сном, ни духом, а утром просыпается, у него там уже три кредита оформлены, уже на счету минус 500 тысяч, минус миллион. У нас из практики были люди, у которых там до двух миллионов, вот таких образом, кредиты набирались. При этом люди с идеальной кредитной историей брали редко, брали аккуратно, платили. Вообще, ну, в этой сфере очень мало и неактивно пользовались. Антон, а вот расскажите, что можно и чего нельзя делать? Ведь очень многие сейчас банки предлагают свои продукты в сети, онлайн, оформить заявку. Это безопасно? И где безопасно, а где точно не стоит этого делать? Там оставляются паспортные данные, личные данные. Ну, во-первых, что касается онлайн-займов, онлайн-кредитов, конечно, это очень удобно, это не нужно идти в банк, брать справки и прочее. Для социально активного, экономически активного населения, части населения, это очень удобно. У нас даже, кстати, уже года два муссируется закон о запрете онлайн-потребительских кредитов. Инициатором был еще Центробанк, как ни странно. Но при этом для меня до сих пор большой вопрос, почему до сих пор, вот только сейчас в Госдуму вводится законопроект на первое чтение, на рассмотрение, на осеннюю сессию. Где были два года? То есть такое ощущение, что кто-то в этом заинтересован, чтобы этого не было. Не исключено. Да, и при этом вводится это в какой форме? То есть человек может сам себе запретить, галочку поставить, выдавать онлайн-кредиты. Ну, извините, может быть, с другой стороны подойти? Может быть, всем запретить, а если я понимаю, что мне это надо, я пойду в банк и поставлю галочку «разрешить мне». Я сам, если понимаю, как эта схема работает, я зашел в приложение, заказал кредит, я ознакомился с документами и прочее. То есть вот этот механизм, в том виде, в котором он сейчас предлагается, якобы как защита от этого мошенничества, онлайн-кредитования, я считаю, что он абсолютно не сработает никак. То есть основные жертвы мошенничества кто? Те люди, кто на «вы» вообще с этими технологиями, с личными кабинетами в телефоне. Они там иногда даже пароль могут не помнить, но мошенники разберутся, как им оформить кредит, который они выведут из личного кабинета. Поэтому этот человек даже и не вспомнит, что ему куда-то надо прийти и поставить запрет на выдачу онлайн-кредитов. Значит ли это, что, возвращаясь к моему вопросу, что оформлять кредит онлайн небезопасно? Это может быть безопасно, если вы понимаете, как это работает. То есть вы хотите взять кредит, вы пришли в личный кабинет, оформили его, вам пришли деньги, вы понимаете, что это вы делаете. Но если вы на «вы» с этой историей, так вот говоря, то, может быть, этого и не стоит делать и пройти в банк, взять кредит. Ножками. Да, ножками. Ну, тут решает, конечно, сам человек, но я уверен, что мошенники здесь найдут, как обойти эту лазейку, которую сейчас предлагают законодательно утвердить. В любом случае она работать будет не во всех случаях. В сети юристы или мнимые юристы, сложно сказать, некоторые говорят о том, что подпись электронная не имеет юридической ценности. Все кредиты, которые берутся онлайн, они, по большому счету, юридически могут быть оспорены. Можешь не платить. Есть такое мнение, я думаю, что вы с ним сталкивались. Что думаете по этому поводу? Оспорите, подтвердите, как быть? Да, ну, что бы я ни думал, судебная практика уже утвердилась по этому поводу. Если это мой номер телефона, если здесь даже я не отказываюсь от этого кредита, смс было как электронная подпись, здесь же именно про смс речь идет, что я смс подтвердил, то значит кредит был. Хотя у нас были случаи, когда до Верховного суда действительно доходили дела, когда мошенники как раз оформляли этот кредит, и там удавалось доказать, что это действительно сделано было не с моего аппарата, условно говоря, а с каких-то технических устройств мошенника. Вот расскажите алгоритм действий, если человек понял, что не он брал, что на него действительно там что-то завели, куда бежать? В полицию, вот вообще, кстати, раскрываются эти дела? Хоть одно дело раскрытое есть? Давайте так. Я слышал, в Алтайском крае было даже такое дело, когда частично была украдена, я так назову откровенно, определенная сумма, там чуть ли не 7, что ли, миллионов, я могу ошибаться, но частично сумма была возвращена только потому, что, если я правильно помню, у жертв мошенничества сотрудники в Следственном комитете были родственники. То есть быстренько, по горячим следам, со службы безопасности банков списались, связались, деньги просто еще были на счету, счета заблокировали, и тогда уже начали выяснять, разбираться. Вот если по горячим следам делать, это условно в первый час-два, то я думаю, что реально сохранить эту сумму. Но у нас, к сожалению, система на сегодняшний день работает так, что человек сегодня пострадал, пришел вечером, написал заявление, его пока рассмотрели, пока там 3-5 дней, деньги уже давно ушли, там, в другие счета, их сняли, обналичили и прочее, и уже не достать. То есть это долгий путь, вот короткий путь, алгоритм, что нужно сделать, если ты попал в беду, назовем это как есть, куда бежать, что делать, как у себя безопасно. Я так и вижу, когда человек попадает в такую беду, он первый день-два просто в ступоре, он вообще ничего не понимает, что делать, как он вообще попал в эту историю. И ему, во-вторых, стыдно признаться кому-то, детям, там, родителям, близким, а это значит, он лишает себе возможности какую-то помощь попросить. И в-третьих, очень важно, чтобы в этот момент все-таки рядом с человеком был какой-то адекватный человек, родственник, там, близкий, знакомый, который быстренько сообразит, что нужно делать. Что нужно делать? Обязательно подать заявление в полицию. Несмотря на нулевую практически раскрываемость, обязательно нужно подать заявление в полицию. Это нужно для дальнейших шагов, о которых я расскажу. Во-вторых, чаще всего такие кредиты оформляются со страховкой. То есть сумма кредита может быть 1500, а из них на счет упала, например, там, 1350. Вот эти 150 тысяч, условно назовем ее страховкой, в течение 14 дней после оформления кредита ее можно вернуть. И, по крайней мере, человек может этими деньгами как-то воспользоваться. Как это другой вопрос? Ну, в-третьих, дальше, если понимаем, что сумма приличная, и тогда уже можно поднимать вопрос о банкротстве гражданина на основании того, что он пострадал, он жертва мошенничества. И здесь как раз может понадобиться заявление в полицию, которое он написал, когда ему полиция выдаст, в том числе, постановление о признании его потерпевшим. И на этом основании ему долги могут списать. Да. Поэтому здесь вот такие вещи бывают. Ну, мне недавно из Москвы звонили тоже какая-то подруга пострадавшей. До сих пор она в шоке. Ну, три дня уже прошло, и подруга за ней хлопочет. Тоже пенсионерка. Что делать? Ну, для пожилых это, конечно, это совсем. Ну, во-первых, там было три потребительских кредита, во-вторых, ее, ну, не то что заставили, ей сказали, возьмите документы от квартиры и принесите их в Совкомбанк. Ну, естественно, эти деньги тоже уходят мошенникам. И здесь уже просто про банкротство говорить уже сложнее, потому что уже квартира в залоге, уже квартиру просто так не сохранишь. И очень важно в первые же месяцы, в первые же моменты закрыть вот этот ипотечный долг, долг, при котором квартира в залоге, тогда уже мы можем что-то говорить про банкротство в том числе. Три правила общения, на ваш взгляд, общение в сети, общение по телефону для пожилых. Вы, честно, говорили, люди нас послушают, скажут, я вообще никому, кроме дочки, не отвечу. Вот с кем стоит общаться, с кем нет, и как себя вести по телефону и в сети? Опять же, возвращаясь к тому, что если поступают какие-то звонки от очень важных правоохранительных органов, от госуслуг, госструктуры других каких-то организаций, ну, перезвоните вы туда сами, бросьте трубку. Страшного ничего не произойдет, поверьте. Поэтому здесь первым делом нужно просто прекратить этот разговор. Потому что чаще всего вот эти мошенники, они ведут клиента вот на протяжении каждого шага. Никому, чтобы клиент этот не позвонил, даже минуты на какое-то обдумывание, на сомнение, чтобы не было допущено у этой жертвы. Все, поэтому здесь важно быстро проснуться, положить трубку. Конечно, ну, кто среагирует? Я не знаю, конечно, как это происходит на психологии у людей, это вопрос к психологам. Но, тем не менее, это самое эффективное. Ну, а дальше, если есть кто-то рядом, пусть поучаствуют в разговоре. Дети, муж, жена, я не знаю, соседи. Пусть они послушают, что-то скажут. Вот мне звонит, что ты думаешь, правда, неправда, давай как-то вместе решим, потому что я сомневаюсь. То есть самое главное правило – это сомневаться при каждом звонке, который поступает на телефон. Сомневаться при каждом сообщении, который поступает на телефон. Будь это голосование, или там ваш номер заблокированный, ваша карта заблокирована. С вашей карты списано там минус 500 тысяч. Тоже вот у человека сразу шок. Да у меня денег таких никогда не было с роду, да, а у меня они списаны. Поэтому надо эту информацию обязательно всю проверять. Антон, благодарю вас за очень полезную, я думаю, сегодня беседу. Надеюсь, что меньше станет клиентов, которые идут за банкротством, потому что попали в руки мошенников. Я обязательно вам пришлю ссылку с нашей программой. Смотрите и не сомневайтесь. Спасибо. Мы сегодня говорили с исполнительным директором Ассоциации по защите правозаемщиков Антоном Даровских о том, как не попасть в руки мошенников и что меняется в законе о банкротстве с ноября. До встречи.